Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты. 54 человека выздоровели с момента вспышки коронавирусной инфекции в Беларуси. Эти данные приводит Минздрав. Начиная с этой пятницы в Беларуси ежедневно будут отшивать миллион масок. В середине апреля их число удвоит. Отдельные предприятия специально для этого перенастроили оборудование. Средства защиты теперь шьют даже в культурной мекке с синевокой Купаловском театре. В марте тем временем ограничил наценку на маски и антисептики. А в Витебске пустили в производство первые отечественные тест-системы для диагностики COVID-19. Инфекция выявляется за полтора часа. В ближайшие 10 дней компания планирует произвести 100 тысяч штук. Сегодня в страну, напомню, приехала делегация ВОЗ. Красота должна быть безопасной. С инстанцией обошла бьюти точки города. К привычным мерам дезинфекции прибавили пару-тройку новых правил. Мария Белесневич уточнила, о чем речь. 36,6. Бьюти-специалисты на Советской измеряют температуру каждое утро, пока все в строю. Одноразовые маски и перчатки – новый обязательный аксессуар. Меняют каждые пару часов. Даже кофе от греха подальше клиентам подают в одноразовых стаканчиках. На ресепшене у нас есть маски, перчатки одноразовые, для того, чтобы каждый клиент мог себя обезопасить. Также антисептик, которым он может обработать руки. Интервал между желающими преобразиться увеличили до 10 минут. Тем не менее, проводить сокращение не пришлось. Парикмахеры, нейл-дизайнеры и визажисты работают в одном зале. Место достаточно принимают по записи. Еще вчера здесь могли одновременно обслуживать сразу трех клиентов. Теперь же расстояние между ними должно быть не меньше полутора метров. Одно кресло временно пришлось спрятать в кладовку. Влажная уборка, проветривание, дезинфекция столов, стульев и инструментов. В парикмахерской на 50 лет ВЛКСМ в ожидании гостей марафет наводит каждый час. В последнее время людей стало меньше. Люди переписываются немножко подальше. На май месяц мы у людей уточняем, обязательно спрашиваем, были ли у них контакты с людьми, которые приехали из других стран. Воротнички и полотенца используют одноразовые. Если в ход идет многоразовый материал, стирают при 60 градусах. Заостряем внимание на вентиляционных системах и на кратности проветривания помещений. Салоны красоты могут быть закрыт в случае выявления грубых нарушений санитарных правил, которые могут создавать угрозу жизни и здоровью населения. Сотрудники санстанции обошли все парикмахерские и салоны красоты города. Грубых нарушений нет. Всем дали зеленый свет. Мария Бересневич, Максим Галенко, Бобруйск, 360. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзивные кадры. Корреспонденты Бобруйск, 360, готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Март в апреле, закрытые территории, четвероногий бум. Как изменится норма содержания домашних животных. Далее обзор самых обсуждаемых. Заголовка в дня. Сегодня в Беларусь приехала делегация Всемирной организации здравоохранения. Гости оценят ситуацию с коронавирусом в Синеоке. Адекватность и эффективность мер по профилактике инфекции проанализируют подходы к оказанию медицинской помощи. Март ограничил торговую надбавку на защитные маски и антисептики для рук. Максимум 15%. Постановление вступило в силу сегодня и будет действовать 90 дней. В Беларуси вводят временные запреты на посещение лесов. Теплая, сухая и ветреная погода обострила обстановку. Риск пожаров увеличился. Пламя может возникнуть из малейшей искры. Закрыли зеленые зоны в Мозорском и Столинском районах. Вскоре эстафету могут принять некоторые регионы Бресской и Гомельской областей. В Беларуси могут ввести нормы содержания домашних животных. Хозяев обяжут ввешать на ошейник специальный чип, если в городе живет более 30 тысяч человек. Также запретят прогуливаться с четвероногами без намордника и поводка вне зависимости от размера. В квартире можно будет содержать не более двух котов и одной собаки или двух собак и одного кота. Сегодня православные верующие отмечают благовещение Пресвятой Богородицы. По преданию, именно в этот день Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что она явит миру Сына Божьего. Такая, знаете, радость для постящихся, потому что в этот день праздничное богослужение. Хотя оно переплетается где-то с текстами великопостными во время чтения, но, тем не менее, доминирует праздничная служба. Разрешается вкушение рыбы, то есть послабление поста. В этот праздник хотелось бы пожелать всем вам и всем нам радости. Радости и в эти такие сложные дни для всего мира крепкого-крепкого здоровья. Наши предки в этот день освещали семена и саженцы. Полученный урожай считался благословенным. Православные убеждены, именно 7 апреля Господь открывает землю для посева. Очередной тур чемпионата страны по футболу Белшина встретилась с Городеей. Красно-черные проиграли последние два матча и теперь находятся в самом низу турнирной таблицы. Подробности у Максима Кембеля. В Бобруйске прошел матч третьего тура чемпионата Белоруссии по футболу. На стадионе имени Александра Прокопенко встретились Белшина и Городея. Обе команды планировали реабилитироваться перед болельщиками после невнятного старта в этом сезоне. Уже на первой минуте полузащитник Бижонов откликнулся на передачу с глубины, заставил соперника ошибиться нападающий Коэль. Подхватил мяч, пробил поворотом, снаряд едва разминулся со штангой. Игра перетекла в спокойное русло. Всплеск оказался секундным. Красно-черные вплоть до перерыва владели игровым и территориальным преимуществом. Но реализовать его так и не смогли. После первого тайма на табло красовались унылые нули. Во втором тайме красно-черные с новыми силами пошли в атаку. Никто и подумать не мог. Гол! Мяч оказался в сетке ворот Шинников. Роковой штрафной назначили на 66-й минуте. Городея выпустила на поле полузащитника Сайчича. Сахарник одним ударом огорчил бобруйских болельщиков. Пропустили обидный гол со штрафного. Он такой непонятный. Один момент фитает со штрафного, один гол и все. А мы атакуем всю игру и получается, что проигрываем. Этот гол стал для Белшины холодным душем. Красно-черные снова пошли вперед. Игра оживилась, атаки стали острее, не хватало завершающего удара. Апогеем штурма ворот противника стал удар Глебко. Мяч угодил в стойку, Шинники снова проиграли. 0-1. Ну не забили, не хватает немножко мастерства у ребят. Поэтому создаем моменты. Играли вроде неплохо, но не забили. И по большому счету во втором тайме. В конце были моменты хорошие. Могли и забить, и выиграть. Но пропустили один гол со стандарта. По большому счету у городей больше не было вообще никаких подходов. Даже близких к воротам. Ну и с этого складывается результат. По итогам матча Белшина закрепилась на последнем месте в турнирной таблице. В следующем туре 10 апреля подопечный Эдуарда Градобоева встретится с Гродницким Неманом. Начало матча в 19.00. Максим Кембли, Владимир Гременевич, Бобруйск, 360. Ни жарко, ни холодно. В Беларусь пришла настоящая весна. Сегодня в городе на Березине потеплело до 17 градусов. Надолго ли тренд уточнила Кристина Арианц? Наслаждаться весенней погодой, как уверяют синоптики, осталось недолго. К концу недели в страну придет холодный фронт и принесет с собой небольшой снег. Температура не превысит и 13 градусов. Тем временем в Западной Европе очистился воздух. Из-за карантина стали все промышленные гиганты региона. Париж, Милан и Мадрид теперь дышат свободно. А вот в Китае, который начинает медленно, но верно возвращаться к обычной жизни, выбросы вернулись к своим чрезвычайным показателям. В Тихом океане бушует циклон пятой категории. Скорость ветра достигает 235 км в час. В Вануату ввели режим ЧС. Стихия разрушила инфраструктуру. Жертвами уже стали 27 человек. Завтра в Бобруйске будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Днем столбики термометра покажут 21 с плюсом. Ночью воздух остынет до 6 градусов тепла. Кристина Риенс, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. Новая на рынке столичной недвижимости длительная рассрочка от застройщика. Один из самых популярных вариантов финансирования покупки на рынке новой недвижимости в Минске. В комплексе «Парк Челюскинцев» рассрочка предоставляется на 4 года, в Мэйке Минска на 5, а в многофункциональном комплексе «Минск.Мир» на 10 лет. Теперь этот финансовый инструмент становится еще более выгодным. Застройщик объявил новую акцию «Платежные каникулы». «Платежные каникулы» 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 «Платежные каникулы»